Сегодня в половине первого ночи весьма необычное дорожное происшествие приключилось в пионерском поселке Екатеринбурга. Фургон Горьковского автозавода на полной скорости сошел с проезжей части улицы Июльской, перескочил газон и тротуар и закончил свое движение в библиотеке общежития Юридической Академии. Действительно, сила удара была велика. Внутри библиотеки натуральный погром. И это накануне летней сессии, когда за специальной лезературы сюда выстраиваются очереди студентов. Впрочем, хуже было бы, если бы это было жилое помещение. Удивительно, но сам водитель «Газели» Михаил Селезнев и его пассажир пострадали куда меньше, чем кирпичная кладка. В отделах обоих у напарника водителя, он, по-моему, насколько я вижу, ударился лицом о консоль, то есть, ну, о торпеду лицом, у него на лбу ссадина, на голове тоже кровоподтеки небольшие. То есть, во время столкновения, видимо, с поребриком, с бетоном и с ударом в стену, он ударился о внутренности, просто о фалон. Сложно говорить, что стало причиной такого отчаянного тарана. Алкогольное опьянение, поломка машины или неожиданная помеха. С этим разбирается дорожная инспекция. Но некоторые предполагают, что здесь не обошлось без мистики. Свидетель, говорят, была женщина, но женщина сейчас, кто это она была, установить ее что-то никто не мог, она уже ушла.